здравствуйте уважаемые друзья на связи алексей кузьмичев все чаще мне стали приходить вопросы по обработке свадебных фотографий поэтому сегодня как раз я подготовил урок которым расскажу вам как обработать свадебную фотографию и так работать мы будем вот с таким вот исходничком первое что нам здесь с вами необходимо сделать это почистить кожу и убрать все основные дефекты в данном случае у меня здесь на коже дефектов немного есть вот такие вот листики на плече у жениха от которых мы избавимся чтобы в дальнейшем это все нам не мешало и мы могли спокойно приходить к тонированию и к дальнейшей обработке и так приступаем создаем копию нашего основного слой нажимаем комбинацию контрол джей на клавиатуре увеличиваем изображение берем инструмент точечная устанавливающая кисть и аккуратно начинаем прорабатывать дефекты на коже здесь их немного поэтому это не займет у нас много времени таким вот образом все быстренько убираем также переходим теперь вот сюда здесь также убираем мелкие прыщики которые у нас присутствуют и переходим теперь уже жениху также смотрим если есть какие-то дефекты убираем их и убираем вот этот вот листик при помощи инструмента заплатка выбираем данный инструмент вот таким вот образом обводим участок который нам необходимо убрать и перетаскиваем на чистый участок пиджака если заметны границы просто повторяем данный результат так до тех пор пока у нас данное место не разгладится так отлично смотрим до и после как видите у нас все дефекты успешно устранены также давайте немножечко разгладим кожу невесты сделаем это при помощи плагина портретуры чтобы сэкономить наше время для этого давайте создадим объединенную копию наших слоев shift control alt е нажимаем и переходим в пункт фильтр выбираем здесь имидженомик портретур увеличиваем размер чтобы было видно как у нас воздействует данный фильтр перетаскиваем параметр sharpness на 20 чтобы у нас кожа не выглядела замыленной поставим пипеточкой пробуя ты кожи чтобы у нас инструмент лучше работал так ну и в принципе я думаю кожа сейчас вполне хорошо разглажена поэтому больше ничего здесь трогать не будем просто нажимаем здесь ok так и добавим к этому слою масочку заливаем маску черным цветом нажимаем alt dell а и при помощи кисточки с белым цветом так прозрачность для него давайте возьмем где-нибудь 60 процентов пройдемся по коже и откроем маску только в тех участках где у нас кожа модели вот таким образом так аккуратно здесь проходимся также не забываем про кожу на плече таким вот образом также и обрабатываем смотрим до и после отлично кожа стала выглядеть немножечко помягче кожу жениха мы в данном случае трогать не будем чтобы она у нас не потеряла мужественность поэтому переходим к следующему этапу теперь уже приступаем собственно к самой обработки для этого создаем еще раз объединенную копию shift control alt е нажимаем и теперь переходим в пункт фильтр выбираем здесь фильтр камера ролл здесь в первую очередь давайте немножко поднимем экспозицию нашей фотографии так как снимчик у меня получился довольно темным а также давайте чуть-чуть поднимем контраст и теперь начинаем вытаскивать все детали по максимуму из теней а также из цветов поэтому перетаскиваем ползуночек значения цвета полностью влево чтобы вытащить все детали отсюда и то же самое делаем с ползуночком белые перетаскиваем примерно до значения минус 80 теперь идем к теням здесь поднимаем значение где-нибудь до 75 80 так же чтобы все детали у нас по максимуму проявились и затемнение также поднимаем где-нибудь до значения 75 вот таким образом четкость увеличиваем нашей фотографии где-нибудь до 20 давайте поставим добавим немножко сочности и чтобы компенсировать ее чуть-чуть уменьшим насыщенность вот таким образом далее переходим параметры hsl здесь нам с вами необходимо подкорректировать ползуночек в первую очередь цветовой тон сделаем кожу чуть-чуть потеплее поэтому перетаскиваем ползунок красные вправо до значения 20 или 30 примерно так также добавляем больше красного в желтые тона чтобы сделать кожу еще теплее и добавляем теплого в листву перетаскиваем ползунок желто-зеленый влево примерно так двигаемся дальше теперь идем в насыщенность понижаем насыщенность красного и оранжевого чтобы кожа у нас не была пережженной вот примерно так и чуть-чуть поднимаем насыщенность зеленого чтобы листва у нас выглядела посочнее также можно избавиться от красивой синевы которая у нас появилась на небе а также на пиджаке у жениха поэтому чуть-чуть понижаем насыщенность синего вот таким образом также переходим еще в светимость и поднимаем ползуночки красного и оранжевого чтобы сделать кожу посветлее вот таким образом а здесь в принципе с цветом все мы в данном случае тонировать фотографию чересчур сильно не будем оставим естественные цвета и давайте еще перейдем здесь параметры fx в эффекты и добавим здесь виньетку перетаскиваем ползунок эффекта где-нибудь до значения 45 и среднюю точку также перетаскиваем где-нибудь до значения 30 чтобы акцентировать внимание на центре нашей фотографии а именно на молодожоп и также перейдем еще в тоновую кривую здесь выгоним ее вот таким вот образом чтобы добавить вот такую мягкую дымку на наш снимок таким вот образом в принципе здесь все нажимаем клавишу ok и закрываем фильтр camera roll отлично следующим шагом давайте создадим корректирующий слой кривые и вот таким вот образом здесь кривую мы выгибаем чтобы сделать цвета чуть-чуть посочнее вот примерно так не слишком сильно вот таким вот образом закрываем данный корректирующий слой также создаем еще один корректирующий слой кривые здесь мы поднимаем кривую вот таким вот образом вверх заливаем маску этой кривой черным цветом нажимаем alt del и при помощи кисточки белого цвета обязательно убедитесь чтобы она была у вас мягкая и прозрачность поставим 100% для нее так делаем один мазочек на лицах у молодожен чтобы чуть-чуть их осветлить вот таким вот образом ну и финальными шагами можно поработать немножко с контрастом создаем корректирующий слой яркость контраст и перетаскиваем полузночек контраста примерно до значения в 15 я думаю и также чуть-чуть поработаем с корректирующим слоем вибрации открываем его и усиливаем насыщенность при помощи вибрации на 10 вот таким образом теперь остался нам самый последний шаг создаем объединенную копию наших слоев shift control alt e нажимаем и переходим в пункт фильтр усиление резкости контурная резкость здесь подбираем параметры исходя из вашей фотографии у меня в данном случае эффект наверное будет так на 120 процентах и радиус в данном случае мне подойдет где-нибудь 2 и 2 пикселя нажимаем клавишу ok и теперь можно все слои которые мы создали объединить в отдельную группу и посмотреть уже на наш финальный результат итак вот фотография которая у нас была в самом начале работы и вот как она выглядит после нашей с вами обработки ну что ж используя вот такой вот несложный алгоритм вы сможете с легкостью обработать любую свадебную фотографию с вами был алексей кузьмичев большое всем спасибо за внимание и увидимся в следующих видео уроках